Друзья мои, и снова всем привет! Ну что, сегодня у меня очередная вылазка на карася. Да, вы мне пишите порой, да стал ты со своими карасями, да ты попробуй там поймай, да ты попробуй сям поймай и тому подобное. Ребят, я этого сезона жду на карася просто трындец как! И что мне теперь, не ловить ехать там, где он не клюет? Ну, уж как-то смутное это занятие. Поэтому, ребят, сегодня я отправляюсь также на карася, надеюсь, что он будет клевать, потому что погода так себе, погода, короче говоря, испортилась. Тут были прямо жаркие такие денечки, и он очень хорошо клевал, но я в те моменты не мог поехать, потому что я с людьми, с гостями был, ну, в заливе ловил судака. Вот, наслаждались погодой, рыбка ловилась, все было хорошо, но это я в основном не снимал, и ролик на этот счет как бы не выйдет. Потом мне кучу написали за подсак. Ну, забыл я подсак, и че? Там, что я такой-сякой, там, пятое-десятое. Да, кстати, ребят, если вы пишете там грубые комментарии, ну, там, как на заборе там слово, там, из трех букв, там, и тому подобное. В Ютубе есть такая функция, ну, если что, кто не в курсе, что какие-то там грубые матершины слова, он просто не пропускает. Такие комментарии идут на рассмотрение, так скажем, а я их вообще не читаю. То есть, если вы пишете, это видите только вы, а вообще их нету. Даже если, там вообще, конечно, логика алгоритмов Ютуба непонятна, там даже какие-то подозрительные комментарии отправляет, ну, короче, ну, в бан, как бы так скажем. Так что, если вы хотите что-то написать, там, куда-то меня там послать, ну, как-то вы хотя бы это, ну, это жернова включите, ну, это, ну, завуалируйте как-то, что ли, ну, хрен его знает. Уже расположился, сейчас еще пока не закармливался, уже где-то, может быть, полчасика сижу, пока тишина, но мелочишка какая-то долбит. Видимо, акушарики подошли, видимо, акушарики. Да, началось. То есть, ветерок, конечно, мешает, мешает сегодняшней рыбалке. Ну, да ладно. Червя, не напасешься, блин, с вами. Стал на место, где я был в прошлый раз, короче говоря, не стал ничего, какие-то новые места искать, пока вроде бы, думаю, сначала попробую здесь. Ну, сейчас, я думаю, надо все равно закормиться для начала, вот, и уже потом посмотреть, может быть, прикормку притащить красноперку, может быть, карася, ну, хотя желательно все-таки, желательно все-таки прикормить. Я, конечно, буду месить прикормку, кормить сегодня, ребят, буду прикормочкой клубника, с Настей, здрасте. Сейчас замесим, попробуем, что у нас она притащит, но пока вообще, вот, кроме низких поклевок мелочучки, ничего не было. Это уже больше будет, да, сижу точно, потому что пока я тут покрутился, это самое, посмотрел, что как лучше встать, вот. Ну, мелочевка долбит, блин. Окунярики, наверное, подошли, окунярики. Так, ну, да, клубника, вкусно пахнет. Делать буду, ребят, специально пожиже, чтобы как можно меньше она пылила, ну, то есть, как пустимин, чтобы получилось. Я так это дело вижу, чтобы не собирать всякую красноперку, чтобы она на дне лежала, и все, так вот потихонечку растворялась, размывалась. И потихонечку, по небольшому шарику буду прикармливать. Много сразу закармливать не буду, потом уже посмотрим. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот так. И, оба! Все, пока хватит, больше не надо. И, оба! Повело, повело, повело. О, нифига себе! Вот он, ребята, первенец пришел. Вот он, первенец, неплохой карасишка, друзья. Не огромный, но хороший карасик. Хороший, иди сюда. Вот он, смотрите, какой. Нормальный, нормальный. Супер. Вот это, да, начало неплохое, друзья. Супер будто. Супер. 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 Продолжение следует... Ребятки... Хороший, хороший карасяндрик идет... Блин, я думал, что у него вообще клевать не будет... Другой окошко тоже закормил... Ну, такой... Неплохой, неплохой, друзья, вот хороший карасяндрик... Другой окошко закормил, там закормил, здесь закормил... Там просто сильно продувает... Здесь, бац, поклевочка... Иди сюда... Такой прям шикарный жаровочный карась... Жареха будет знатный... Как бы, друзья, спрашивали меня, почему я, когда при уваживании леску стравливаю с лекциона... Ну, причина проста, потому что, когда забрасываю, я подматываю повыше, чтобы меньше петли выдувало лески самой по себе... И чтобы на камыш где-то не наматывало... То есть, у меня получается... Ну, буквально короткий остается кусок лески, который сейчас от удочки до поплавка... И при вываживании фрикционно-нарочно вот ослабил... Ну, чуть-чуть надо подтянуть, конечно... И просто выматываешь его и все... И сдаешь свободу рыбе... И подтягиваешь ее, так скажем... Иначе... Ну, если... Так не делать, короче говоря, петлю на камыш накинет и зацеп вам гарантирован... Ну, короче говоря, будет потом мучение и вязание... Мучение и вязание... Поэтому я вот так раз забрасываю... Забрасываю... И вот так подматываю... Все... Удочку ложу... Удочка у меня стоит... И могу заодно снимать поплавок крупным планом... А то по-другому никак... Если еще будешь это, это, это... И, короче, не крупный план не отстимешь... И нифига, напутаешься, намучаешься и тому подобное... Лайоненько, блин, классное... Классное начало рыбалки... Вполне неплохое... Вполне... Повел, 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 повел... А, блин, инфекцион слишком ослабил... Ребят, на выползка... Решил попробовать... Выползка поставить... В эту рудочку... Так, в качестве эксперимента... О, блин... Хороший, хороший... Карасяра... Вот это уже, да... Это уже размер, друзья... А, блин... Вот, на выползка совсем другой результат... Совсем другой размер... Вообще огонь... И, да стой ты... Сейчас, ладно... Рудочку положу... Так, а здесь, нифига... Он как жадно там сосал... Так надо искать... Экстрактор... Где-то у меня есть... Где-то есть... Ну вот, ребята, уже совсем другой размер... На выползка... Уже в два раза крупнее, чем на навозниках... Сегодня как-то на этих точках-то... Покрупнее были карасики... Мелких-то не простреливало даже... Повел, 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 повел... А, сошел, блин... А, это засада... Решил прокидать такие вот эпошки... Вокруг... Ну, блин... Это был хотя бы он... В самый кушерняк приходится кидать... На море... Кидает... На море... Тебя... Так... и все на море пешит блять никуда там не вводит 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 помаленьку туда-сюда блять ребята очередной хороший это за водил водил вроде как на мелочь даже похоже поклевка было а это был он красавчик лина супер размерчик так сюда крючок такой вот ё-моё колючка короче друзья так и не понял пока на что лучше клюет на выпуска ли на навозника то на выпуска то на навозника не поймешь короче одну удочку смотал потому что ну с двумя как-то неловко просто и убрал пока потому что ну чисто для эксперимента попробовал вроде думал что на выпуска будет лучше а нифига и на выпуска и на навозника в принципе поклевать вот прикормочка вроде как подсобрала рыбейку и поклевочки периодически идут еще не снимал пару плотвичек небольших поймал вот так выжидаю потихонечку карасяк прокидывает тут тоже вот окошки прокидывает периодически там попробую там попробую по маленькому шарику ну везде кима потому что здесь более гладь но единственный минус друзья здесь снимать плохо потому что солнце сюда а в обратную сторону не закинешь потому что там ветер достаточно сильный продувает хорошо вот и хочется такие более условия получше опять 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 снова вот так вот он и водит непонятно то притопит то повел это блин зараза рановато я подсек надо подождать еще лодку крутится честно говоря ну да ладно опять 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 ведет помаленьку вот вообще еле-еле вот ведет 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 вот это уже похоже на него похоже да блин офигеть можно офигеть конечно коники тут тоже размерчик на навозничка сейчас дождет навозничка попробую выползку поставить и сюда блин это уже размер ребята это уже кинг-конг иди сюда хороший 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 я пацан до сих пор не разобрал как зажгел то шахту вон ну вот ребят это уже под келушка может келушки не будет сейчас надо безмен достать взвесить ну такой прямо нарядный нарядный размерчик сюда лучше тут красивее солнышко светит переблескивается красавчик сейчас безмена достану так нулик 895 грамм ну почти 900 грамм красавела да блин продувает сзади мама не горюй ветер прям такой холодный солнышко сюда греет а сзади холодом короче говорит дом таким обдает да ребят дубасе кто идет я не ожидал что сегодня вообще будет нормально клевать рыбы то есть я думал что мне карась будет капризничать а он поклевывает и вполне вполне не дурно и такой прямо размерчик пошел утро начиналось с ним не крупных сейчас вот прям такие вполне неплохие карасики единственный минус это снимать поплавок крупным планом хреново лодку порывами крутит туда-сюда сидишь и пялишься в этот объектив но зато друзьящика короче говоря поплавочек блин это это сила особенно по весне вот хоть многим поплы рыбалка на поплавок уже мою повел повел надоело вот пишите да в комментариях ну да ну пока вот еще у нас можно половить до запрета еще некоторое время есть вот сегодня у нас какой 11 по моему апреля запрет у нас начинается с 20 вот и уже тогда соответственно здесь на лодке нельзя будет вообще здесь ловить нельзя будет находиться можно сказать поэтому вот я пользуюсь как бы случаем и получаю удовольствие от рыбалки на поплавок еще на судачка я сбегаю все равно еще может быть куда-то съезжу до запрета надо максимально охватить мест рыбалки может быть на федерок тут сгоняя тут есть мыслишки короче говоря поэтому ну кому не нравится смотреть поплавок ну я же не заставляю друзья кому не нравится одно и то же место я не заставляю никого хотите смотрите хотите нет как говорится у нас общество добровольных алкоголиков не хочешь не пей притопил притапливает притапливает и не всплывает и не ведет ну подожди спешить вообще с поклёв с подсечкой не стоит потому что надо подождать пока он бывает сразу сосет бывает какое-то время надо ему пока не поведет короче говоря это непонятно даже карась или нет карась карась нифига попер небольшой карасик дубасик идет идет дубасик это небольшим так выпрямь из-за всяких да вот ребят блин я не жалею что еще не поехал бы я думал было сомнение что-то из-за этого похолодания что еще позавчера прям такая жара было было ночи 28 градусов и он это заливе был загорал спина сгорела на фиг кто смотрите ребят как вот он смотрите ребят верхнего плавника нету морда перекошенная этот мутант карась мутант смотрите непонятный какой-то карась тысячу что с тобой верхнего плавника нету и морда перекошенная она в садочек иди садочек красота ребята красота такой час так попробую выползочка насадить навозничка подогрузила смогут кусочек выпуска насажу не ну кайф ребята я доволен просто сегодняшним днем сегодняшней рыбалкой уже несказанно рад просто так так ветер этот конечно помеху не слабую создает а еще знаете ребята в прошлое на подметил такой немаловажный момент короче говоря когда вот карась утка призничает я меня стоит стояла плетенка на плетенку поклевок на порядок меньше вот мы слегка вот тут сравнивали да на плетенку вот прямо вот 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 в чуть ли не в разы я вот все время нахваливаю что я плетенку ставлю то что знаете вокруг камышей там блин эта мелочушка тюкнула ну как бы камыши продираешь в легкую там зацепы все но но короче говоря такой момент я заметил у меня я пробовал в ту рыбалку ставить леску вот был в этой леске уверен 022 был в этой леске уверен но она достаточно старая она рвалась уже просто от старости хотя очень хорошая леска еще с давным-давно там никадовскую покупал но и лет семь наверно этой катушки и так вроде на поводочке то использовал когда на леща ездил в принципе не подвозил а когда намотал на катушку короче говоря короче были были обрывы сегодня уже поставил нормальную леску и в принципе вот пока нормально все хотя вторая удочка у меня все-таки на плетенку я тоже хотел для сравнения но с двумя удочками просто ну не особо удобно и тем более как ты подстать надо там поплавок там и туда-сюда и соответственно я вторую убрал я экспериментировал на той удочке у меня выползок стоял короче попробовал как помучался помучался пока я вот на сегодняшний день я не особо разницы понял потому что на ту дочку я тоже поймал карася но потом ее в итоге убрал сейчас ловлю на леску повел 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 от саке до сих пор не разобрал ты ну клюют и даже пока тут вам рассказывал даже об этом не подумал все хорошие тоже блин таких коней блин таскать ё-моё вот ребят кайф а вы говорите надоело смотреть а мне ловить не надоело нихрена я готов блин каждый день так кайфовать блин когда такие караси а потом запрет начнется и шо делать где такого карася половишь нему есть места конечно поеду ну как бы так ну вот ребят чем не красавец вот такой вот это граммов на r500 600 а шикарный карасик бутерброд этот выползок с навозником красавчик в садочек и в садочек иди туда садочек так сюда кайф короче вот это кайф ребята когда еще рыба клюет забрасываем мной прикормил так вот но сперва вообще не поклевок не было пока не прикормил вот прикормил вот но и буквально несколько окошек сейчас самое такое удобное так скажем облавливаю и в принципе клюет хорошо так что где-то прикорм очка имеет место быть будет вводит 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 давай засоси нормально это зараза блин поклевочка хорошая была рановато я потек надо подождать подождать было это сто процентов вот вот это уже да никакая не мелочевка это именно его поклевка маленько вводит притапливает это завел куда-то блин сидит не сидит не понимаю пока не сидит крючком впился куда-то смотрим выдержит ли леска она не сильный зацеп просто видимо за кувшинку завел попробуем навозничка для разнообразия чередовать вот сюда шарик лежит прикормочный еще один кинул сейчас шарик лежит прикормочный еще один кинул сейчас вот 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 Сапчик. Иди сюда. Красотень. Да стой ты, блин. Изворотливый. Красотень. Красота. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жаробочный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok